Я очень рад выступать сегодня перед всеми вами, хотя мне очень неудобная такая формата, я не вижу вас, я такое хорошее освещение, а я привык смотреть в глаза. Но прежде чем я начну говорить, я хотел бы сказать, что Алик скромничает, и если вы думаете, что каждый человек, который со мной встречается, становится после этого со мной формата отношения старший партнер и партнер, то вы ошибаетесь. Алик действительно удивительный человек, своей энергетикой, желанием, драйвом, он меня действительно поразил. Поэтому я всегда говорю, чтобы найти белого, то есть принца на белом коне, надо быть все-таки принцессой, готовой к этому принцу и в обратную сторону. Поэтому это все по-другому не бывает. Я очень рад, что мы с Аликом, я от него учусь не меньше, чем он от меня, я должен сказать, это очень важно, умение учиться друг у друга и быть постоянно готовым к этому. Я полчаса, я понимаю, вас как раз на разогреве у Ирины Хакамады, которую я очень люблю, я очень рад ей, которую я очень люблю и уважаю. Она вообще фантастический спикер и удивительная судьбой женщина, которая смогла себе сделать очень много больших изменений, осталась очень открытой и смогла пройти в том числе великую популярность и потом заниматься тем, что она любит. Я понимаю, что тема, как сказать, экосистему вокруг талантливых людей, она бесконечная и можно о ней говорить очень долго, красивая или не очень красивая. Но, во-первых, я хотел задать вопрос, я надеюсь, я увижу ваши руки. А кто из вас верит, что у нас, в принципе, развилка, на мой взгляд, достаточно такая биополярная? У нас есть две группы людей, ну там три, давайте скажем, те, кто считают, что ничего не поменяется, в следующие 20-25 лет будет все как сейчас. Вторая группа считает, что весь мир будет крутиться вокруг технологии, и третья группа считает, что весь мир будет крутиться вокруг человека. То есть, т.е. человекоцентристическая модель и техноцентристкая модель. Вот кто из вас, то, что будет человекоцентристкая модель в обществе, в которой мы будем жить через 20-25 лет. Ну, где-то треть. А кто считает, что техноцентрическое будет? Можно так же? А кто считает, что останется как есть, то есть будет то же самое? Практически никого я не вижу, я честно… Никого, никого, да. Интересно, да. Часть считает, что есть четвертый какой-то вариант, раз не подняли руки ни на первое, ни на второе, ни на третье, значит они считают, что есть четвертый вариант, расскажите мне. Просто если мы говорим про то, что модель будет человекоцентристская, она подразумевает в себе достаточно последовательно некоторые фундаментальные изменения. Потому что при капитализме, слово «капитализм», если разложить, то можно понять, что все вокруг капитала. Концентрация капитала позволяет построить большую фабрику, большие заводы. Вот выступал Сибур, огромный фантастический 10 миллиардов проект, ну просто крышу сносит, когда приезжаешь и видишь, что это сделали в Тобольске, там в других местах. И капитал, концентрация капитала была ключевым успехом в привлечении интересных людей, интересных технологий, возможностей. И это была модель, в которой мы жили последние 200 лет, в том числе в индустриальном обществе, где очень была важна конвейерная цепочка, и в этой цепочке ты выполнял обленную функцию, и тем самым твоя специализация была очень важна, чтобы ты был четко в этой цепочке обленную функцию. И должен делать лучше всех. И там, я не знаю, там Лин Продакшн, Шесть Сигма, все, что многие из вас слышали или не слышали, то, что Герман Грефс очень любил когда-то, и Вербанк являлся обязательным. И во многих других заводах, там РРП, все эти системы про одно было. Как сделать так, чтобы вот эта масса людей до конца точно были синхронно выполняли определенные функции. Теперь говорим про талантливого человека. Талантливый человек означает, что он очень тяжело контролируемый. Оно означает, что его действия, его возможности реализации совершенно зависят не от того, какой у него размер кабинета и какая у него компенсация. Вообще, насколько он может, например, обстукивать интересные идеи с другими коллегами. И вот эта возможность находиться в интересном бульоне, который оказывается принципиально важным для большого количества талантливых людей. И этот бульон очень сложно сделать, потому что это означает, что вокруг талантливого человека должны быть люди, которые как он или она любознательны, самообучаемы и много-много чего другого. Есть одно из важнейших таких предположений, которое, мне кажется, пока еще не до конца обсуждается серьезно в обществе. Это то, что если мы идем талантоцентрической модели, то происходит принципиально одно очень серьезное изменение, о котором люди мало задумываются. до сегодняшнего дня мы живем в обществе последние 1500 лет после Римской империи, когда одно из ключевых основополагающих элементов общества, признание того, что человек что-то добился, это был серьезный труд. Человек много трудился, и он добился успеха. И этот труд, как основа успеха, являлся очень важным элементом в обществе, в котором действительно мы сейчас продолжаем жить. И я продолжаю уважать труд, но мне кажется, есть одно фундаментальное изменение, которое нам предстоит испытать. Оно означает следующее. Если мы верим, что роботы, искусственный интеллект и многое другое приведет к тому, что тяжелый физический труд исчезнет, то это означает, если быть последовательным, что, по большому счету, тяжело трудиться. Это не означает автоматически добиться успеха. И вся та протестантская этика, которая была, что ты же родился в грехе и должен делать работу. Вы извините, я договорюсь, потому что я только что прилетел из Катары, где был плюс 25. Я сейчас пытаюсь это, после морозного Москвы, пытаюсь это прийти в себя. Так что, если буду не говорить не очень четко и ясно, извините. Так вот, мне кажется, мы идем в общество, которое было в Римской империи, которое было в Древней Греции, где вместо роботов были рабы. Тяжелый физический труд не считался тем, что отличало человека от другого с точки неуважения, отношения в обществе и так далее. Ключевым элементом было это тяжелые усилия по саморазвитию. То есть, совершенно другое отношение к обучению, другое отношение к тому, что революционно, то есть, условно, общий уровень развития элиты. Дело в том, что они постоянно должны были развиваться, учиться. И создание этой экосистемы, когда ты имеешь элиту, которая должна быть глубоко, широко образованная, а не специализированная, не шивая, как лошадь бегущая в зашоренных очках, чтобы не сбиться с пути. И этот системный хаос, и все, о чем мы говорим, приводит к тому, что мы находимся в точке бифрукации, когда вдруг выясняется, что в связи с тем, что вся основа нашего мироздания средний класс… Ты учишься, получаешь профессию, работаешь, берешь деньги в кредит, покупаешь дома, машины. Подтверждение твоего успеха выходит через твой материальный быт, общество потребления. И вся эта модель достаточно успешно работала, создавала стабильность демократического общества. Средний класс был наиболее такой про стабильность, про спокойствие. И вдруг мы сейчас видим в мире совершенно другое, большие изменения. Я сейчас не хочу в эту сторону ходить, но вот эта тема саморазвития и тема лайф-лэрнинга, вот эта тема, которая, мне кажется, мы не до конца не понимаем. Мы все это слово сейчас очень используем, и экосистема, и лайф-лэрнинг – это все становится все более-более популярными темами. Люди очень много на эту тему спекулируют, но лайф-лэрнинг – это счастливое, что мы всю жизнь будем учиться. Причем учиться мы будем и работать, и это будет все больше становится пересекающимся. Не как сейчас, когда в школе, как в монастыре, ты находишься 12 лет и реальную жизнь не видишь, а потом попадаешь в университет, еще 4 года жизни реально не видишь. Потом только после того, как ты в 22 года выходишь в мир или в 21 год, ты только впервые сталкиваешься с реальностью или чуть раньше, когда в студенческом начинаешь работать. Мы идем в мир, где начнется активная жизненная позиция с 14 лет. Мы видим уже сейчас на омоложение предпринимательства. Мы видим то, что люди будут работать до 80-100 лет. То есть мы видим, что человек будет жить намного дольше и намного раньше входит в эту жизнь. Поэтому life learning – это не просто то, что хорошо было бы, чтобы люди имели возможность повышения квалификации. Это будет просто обязательным условием. Например, когда я учился в МГУ, я помню, у нас внедрили один свободный день библиотеки, называется библиотечный для саморазвития. Понятно, что в этом возрасте обычно занимался тем, что мы это сильно выпивали за день до этого и радостно отсыпались потом. Кто-то ходил в библиотеку, если не занимался, это был небольшой процент, потому что это оказалось не так просто. Самодисциплина. И тут мы приходим к очень интересному вызову того, что life learning означает, что тебе дают возможность саморазвития, но при этом никто заставляет, и это не то, что ты сдал экзамен и получил корочку. У нас у многих есть много корочек того, что мы что-то закончили, но эти корочки становятся все менее-менее важными. Вопрос, насколько с тобой хотят общаться, насколько с тобой хотят коммуницироваться, вообще с тобой готовы обмениваться и обстукиваться идеями, люди, которые действительно делают разницу. Второе, мне кажется, очень важное изменение, которое мы не до конца понимаем, то, что образование, которое играло роль социального фактора, становится все более и более экономической категорией, потому что именно образованы, именно образованы в разных областях, в разных странах. И с этой точки зрения мы выйдем в очень интересный мир, когда эти люди очень свободные, а вся система технологического управления говорит о том, что мы будем жить в очень несвободном обществе. Многие из вас, знаете, сейчас то, что книжка, многие из вас читали, а многие, если не читали, точно ближайшие время прочитают книгу Оруэлл, 1984 год. Когда он написал в 1948 году в Англии, Оруэлл, будучи социалистом, был уверен, что он описывает Советский Союз и описывал на его с точки зрения того, как происходит жизнь в одной из частей мира. Он не предполагал, что он описывает технологический мир, который мы сейчас будем жить в 21 веке, потому что я вот сейчас неделю учился в Сингапуре, великая страна, великий город, страна, но ты там видишь очень интересную вещь, чем больше мы зависим от технологий, от системы, тем меньше у нас свободы. И в этом смысле мы идем в мир, в котором «Матрица» или «Машина» действительно обеспечивает наиболее рационально-прагматический подход и совершенно не оставляет места для ошибки. Почему «Джокер» такой популярный фильм? Он плохой фильм, на мой взгляд, честно, если на вкус овщину, но он затрагивает очень одну важную вещь, которую, может быть, даже под спудом мы не наддаем себе отчет. Это то, что вдруг выяснилось, что люди не верят в систему, люди не хотят быть в системе, которая у тебя все решила. И «Джокер», который взрывает систему под названием «Трамп», «Борис Джонсон» или «Зеленский» или кто-то еще. Это одно, что люди так или иначе даже в политике предпочитают разрушителя, чем больше такого контентного, блокового какого-то управленца из старой системы. И этот вопрос там уже ошибаются, они не ошибаются, что получается. Но в частности нашего разговора по поводу экосистемы. То есть мы говорим, что экосистема требует совершенно другого от нас отношения. Мы говорим о том, что в этой экосистеме у нас требуется три вещи, которые мы не можем пока обеспечить. Первое – это возможность создания системного хаоса с концентрацией очень умных, народных людей. Это создание системы постоянного обучения в режиме того, чтобы люди бы это делали сами. Вы знаете, статистика, я могу ошибаться, но если они там плюс-минус, условно говоря. Знаете, изучение иностранного языка. Если ты поехал в чужую страну, там, где носили язык, то в принципе 97% учат язык, если преподаватели не могут выучить даже. Если ты учишься с частным учителем сам, ну и системно это делаешь, 70% учат язык. Если ты это делаешь в классе, то 50%. Если ты делаешь это оффлайн, онлайн с некоторыми элементами, то 30%. Если делаешь онлайн, то 5%. То есть это пока не того, насколько у нас внутренняя дисциплина низкая, насколько мы вообще как люди трудно умеем заставить себя делать то, что в принципе кажется разумным. Не знаю, кто из вас последний раз, да, последний месяц был, например, на сайте Нью-Йоркской публичной библиотеки или глядя Ленина, где есть уникальные данные. Мы имеем доступ к самым фантастическим сейчас информационным хранилищам, но продолжаем 90% времени находиться в порно-сайтах. И это на самом деле абсолютно феномен того, что, ну там не 90-70, но все равно это доминирующее там, условно говоря. По крайней мере того, что имеет доступ к тому, что кажется, было раньше невозможным, информация, которая казалась совершенно сакральным. Поэтому элемент саморазвития действительно очень важен. И третий элемент, то, о чем я хотел сказать по свободу экосистемы, что эта экосистема, кроме live learning системного хаоса, очень важно в создании среды, где есть смысловая нагрузка. И этот смысл и свобода требуют возможности быть не всегда правым, быть ошибаться. Это умение ошибаться, которое мы, в принципе, промышленные конвейеры. Не знаю, кто из вас знает, но школьный звонок был придуман в индустриальном обществе. До этого не было в школах звонков. Знаете, что такое звонок? Звонок – это о том, что запускается конвейер, потому что если не было звонка, то можно было руку или ногу повредить, потому что в этот момент ты находился на линии конвейера. То есть вся система была поставлена на то, чтобы система должна была тебя строить в определенную ячейку. И если посмотреть на нашу жизнь крестьянскую, крестьянин жил в деревне, и зависимость его от природы была очень большая, от его семьи, от его соседей, от общины. Если его выгоняли из общины, то обычно человек умирал, потому что у него не было возможности выжить одному. Если у него случался пожар или воды не было, он просто рыл канал или воду приносил. Сегодня мы живем в городе, в котором пока еще мы можем починить сантехнику, но уже все меньше и меньше, потому что скоро все будет электронно. Но если вдруг, не дай бог, хакеры зайдут и системно изменят какую-то программу, то не только не будет света, но не будет там гардина, занавески не сможем открыть все дома. И выяснится, что мы полностью зависим от системы. То есть зависимость от системы, зависимость от того, что вокруг тебя создана технологическая очень удобная, очень рациональная, очень прагматическая, очень абсолютно правильная система, но она не дает права на ошибку, потому что люди голосуют за Джокера. Поэтому создание экосистемы – это не просто вызов, который стоит перед какими-то отдельными точками, и иллюзия, что можно построить, мне кажется, существует иллюзия, что можно построить хорошее гетто или плохое гетто, и огородиться от плохих или, например, огородить хороших, оставить все остальные проблемы. Потому что экосистема – это все единое целое. И в этом, конечно, нам тяжело, потому что мы живем каждый день, каждый. Сегодня приехали сюда на выступления людей, завтра у нас там проблемы, надо дать ребенка в школу, пусть завтра какие-то проблемы с работодателями или работниками. И текущие проблемы нам не позволяют поднять голову, посмотреть на всю эту систему вместе. Но, по большому счету, экосистема – это вся наша планета, которая в том числе, и это не только экологическая экосистема. Это вопрос того, что мы создаем внутри каждой компании, каждого того пространства, которое мы собираемся делать, как то пространство, где мы будем проводить большую часть своей жизни. Как будет меняться офис, как будет меняться место, где мы живем. Например, вся модель города, как того, что мы будем жить из спальных районов, приезжать в даунтаун и обратно, будет меняться принципиально. Потому что, если мы подумаем, задумываемся, то абсолютно в этом не будет необходимости. Особенно, если мы не говорим про индустриальные районы, а говорим про, в основном, сервисно-государственную работу. У нас принципиально будут меняться, например, подъезды. Потому что у нас там старость будет означать, что люди будут, нужно будет больше, шире для коляса. У нас тротуары, например, будут меняться, и люди будут ходить совершенно в другом режиме, чтобы можно было спокойно с тротуара спуститься на дорогу. У нас будет меняться то, что мы даже не могли задуматься, потому что, например, больше времени будет проводиться в том районе, где ты живешь. И создание такого общего пространства, в котором ты должен находиться большую часть своего времени с людьми, которыми ты должен чувствовать себя в комфорте, является очень важной вещью. Которую мы не готовы, ни к которой мы не готовимся, во что мы живем в текучке сегодняшнего дня. Мы не готовы думать об этом долгосрочном. Но образование, чайский капитал, чайский актив, чайская жизнь – это все про 25 лет горизонта. Это как минимум одно поколение. Вообще, на самом деле, три поколения. И это один из ключевых вызовов, что мы живем в мире, где происходят фантастические изменения со скоростью одного дня. При этом мы должны жить в системе, которая будет строиться на три поколения вперед. И вот эта дихотомия, которой постоянно мы сталкиваемся между тем, что у нас есть текучка и завтрашний день меняющийся. Между тем, что мы должны делать очень сложную экосистему, которая должна убирать совершенно новые элементы от урбанистики до среды. И влияет на нашу рабочую понимание, что будет такая работа, что будет такой креативный, что такой будет результат, как этот результат будет измеряться, как будут социальные юниты. Ведь мы же идем в мир, где впервые будет измеряться не только денежное, но и социальное поведение. То есть социальные юниты, например, то, что в Китае тебе не продают билет, потому что ты вел себя агрессивно до этого, и поэтому тебе не продают билеты на поезд. Представляете, какое это изменение принципиально? То есть вы будете знать о себе, о ваших сотрудниках все то, что раньше было представить сложно. И это будет давать огромное преимущество, но и огромные вызовы, потому что эта система будет говорить, что этот человек не может занимать должность, потому что мы его просчитали. И это все будет не сказки, это будет наше, мы с вами точно это увидим в следующих 20-25 лет. Как на это реагировать, как создать такую систему, в которой люди будут чувствовать себя свободными и при этом находиться в системе, как делать так, чтобы эти люди саморазвивались бы и при этом умели бы работать и трансморить и создавать что-то, и при этом как сделать так, чтобы они в этом пространстве могли бы, взаимообучаясь, создавать среду, где хотелось бы там жить. Это серьезный вызов, но я должен сказать, если мы о нем не будем говорить, не будем думать, не будем спорить, не будем обсуждать, то все равно это произойдет с нами или без нас. И я предлагаю всем это делать, как можно чаще, обсуждая с интересными людьми эту тему, потому что у нас огромная перспектива, у нас фантастическая возможность сделать впервые пространство человечества тем, чтобы в нем жил бы главный человек, а не страна, а не дворцы, а не заводы, а не фабрики, а не какие-то абстрактные величины. Потому что человек – это самое важное, что есть на этой маленькой планете. И его улыбка, его счастье и умение радоваться, мне кажется, самое важное, что мы должны научиться делать, потому что нам всем подменяют понятие успеха через деньги, через должность, через какие-то другие критерии, которые, мне кажется, требуют очень серьезного пересмотра. Я хочу всем нам показать, что мы могли бы научились быть счастливыми. Спасибо. Спасибо большое. Это вопрос в зал, как можно не любить Рубена Варданяна. Вот скажите, пожалуйста. У нас сейчас теперь будут вопросы… Я могу пару человек тебе показывать, которые расскажут, как… Давайте выведем вопросы на экран, и у нас будет несколько вопросов. Один из первых вопросов, если говорить не про таланты, а про простых специалистов, вокруг них, на ваш взгляд, нужно ли создавать экосистему? И экосистема строится вокруг людей, или люди попадают в построенную экосистему? Мне кажется, все взаимно, у нас будет экосистема, она будет живая, это не может быть… Еще раз, вся сетевая модель, к которой мы идем, она вообще, в принципе, сетевая нейрохирургия, если кто-то здесь есть, специалисты, они понимают, что сетевые отношения очень легко формируются, очень хорошо разрушаются, они формируются очень быстро и очень так же быстро исчезают. Поэтому будем жить в пространстве, которое будет создать очень постоянно меняющимся, и в этом смысле иерархическая такая жесткая конструкция, она действительно очень комфортная для большинства людей, будет более заменена, она не будет полностью заменена, будет все существовать параллельно, но все больше будет экосистема, где это будет очень гибко и динамично. Я должен сказать, что я не знаю простых специалистов, потому что у нас будет две категории – люди, которые не будут работать, им не надо будет работать, получать просто миньоны доход, это было в Римской империи, будет у нас снова, и это будет нормальная ситуация, когда люди будут получать доходы, лишь бы не работали. Лучше их цена, чтобы они приходили на работу, работали бы, что-то получали бы, будет выше, чем если они получали просто доход. И в этом смысле простых специалистов не будет. Другое дело, что будет большое количество обслуживающего какого-то механизма, и в этом смысле люди будут часть экосистемы. Например, в бизнес-школе Сколково, или, например, в нашей школе в Дилижане, экосистема – это не только учителя и ученики, экосистема – это те люди, кто обслуживает здания, те, кто готовит еду, и эта экосистема – это единая, это общая, невозможно сказать, это отдельная группа. Вот эта экосистема – она хорошая, плохая, в ней отражается. И в этом смысле экосистема будет общей для всех. – Спасибо большое. Следующий вопрос. В 15 лет вы уже умели заглядывать в будущее на несколько десятилетий. Потом вы организовали в 1999 году клуб 2015 и спрогнозировали будущее России на ближайшие 15 лет. Скажите три самых важных события в мире в ближайшие 10-15 лет с вашей точки зрения. – Я хотел бы сразу сказать, что я точно не являюсь ностандамусом и не умею предсказывать будущее. Меня часто спрашивают, какой будет курс доллара или какие акции покупать. Я говорю, давайте без иллюзий. Ход моей мысли и в 15 лет был очень примитивным и простым. И сейчас он такой же примитивный и простой. Но иногда выясняется, что примитивность и простота – это не начает глупость и недальновидность. У нас с вами есть простые развилки. Они большие, но они конкретные. Развилка номер один. Мы живем в мире, в котором явно сейчас существует два тренда. Один тренд – поляризация, изоляция и ненависть. И мы видим, какое это отражение в Брекситах, в волнениях и так далее. Второе – мы видим, что мир становится все более и более интегрированным. И это механизм, который неизбежен для будущего глобального взаимоотношения. Перед током людей. Я прилетел из Катара, улетаю завтра в Лондон. Это совершенно нормально стоять для меня. При этом я забываю, что в России 146 миллионов человек, 16 миллионов, по-моему, такого себе позволят. А 130 ни разу не выезжали. И мы живем в двух мирах, где в Америке большая часть, практически половина населения не выезжало до предела своего штата, потому что страна иммигрантов. Это мы видим два тренда. То есть, или мы идем в одну сторону и в другую. Потому что… И можно сказать, что никогда не будет одной победы, точно эта развилка ключевая для нас с вами. В этой ситуации развилка России интегрируется в мировое пространство, остается частью и важной частью. Или нет? Эта развилка, она очевидна, мне кажется, здесь никого нету ясновидения. Вторая развилка, то, о чем я вас спросил, мы считаем, что человек становится главной движущей силой, или нет, продолжается в том или ином формате технологическом, индустриальном доминанта системы. И это тоже развилка понятна. Но если мы считаем, что эти две развилки существуют, то дальше понятны сценарии, которые ты можешь верить или не верить. Дальше ты можешь сказать, я верю, что этот сценарий имеет больше шансов на реализацию, но я хоть и попробую, не большой шанс, но я попробую по другому сценарию пожить. Если же не получится, мне не будет тяжело. Меня часто спрашивают, не страшно, не жалею ли я, что я не продал в 2008 году тройку диалог, если так уж я хорошо все понимал. Я всегда говорю, что нет, не жалею. Потому что в 2007 году мы точно понимали, что будет кризис, мы понимали, что шансы, что кризис будет очень большие, больше 80% мы оценивали. Мы не знали, откуда будет прилететь кризис, мы не понимали, что это будет из западных развитых стран, но мы понимали, что будет кризис. И когда я оценивал шансы продажи-непродажи тройки, я говорю, что 95 на 5%. Я же своей жене в день должен был подписать эту сделку. Я сказал, что 95 на 5, что будет кризис, и это ничего не получится. Но если 5%, если я не попробую, то я потом не смогу жить нормально. И я попробовал, и не получилось. И потом, к сожалению, произошел кризис, там многие сложные вещи. Я продал компанию, продал компанию намного дешевле. Но, и слава Богу, что вообще все это произошло. Так вот, в этом процессе сценарных упражнений просто надо быть очень последовательным. Если вы верите, что Россия, например, не будет интегрирована, и мы будем жить в издаленном мире, в какой точке мира вы хотите жить? Как вы будете, если вы видите, что вот эта вся внутренняя готовность к таким конфликтам, как там, нарастающим, будет происходить дальше, понятно, что вопрос ко всем нам, а где вы хотите быть? Вы хотите быть в части, где наиболее, я бы сказал, Южная Аргентина или там Новая Зеландия, где наиболее где-то вообще там какой-то монастырь, где спокойно приезжать это все, пока все заресется. Или быть в активной позиции во всем этом как-то участвовать, верить, что, несмотря на все это, все равно мы интегрируемся в общее мировое пространство. Поэтому ключевые у нас три развилки. Наш страх перед будущим заставит нас сделать глупости и попытаться вернуться в прошлое, что означает обычная поведенческая модель человека, когда ему страшно будет в будущем, он бежит в прошлое и попытаться вернуть Great America again или Советский Союз, или неважно что это, или там исламское государство, Турция. Или мы будем жить все-таки в мире, где люди не будут бояться будущего, мы будем жить в мире, где будет интеграция или не будет интеграция, мы будем жить в мире, где человек действительно станет тем, о чем я сказал, или нет. Вот развилки, которые нам предстоит пройти, они за собой тащат огромное количество других изменений. Спасибо большое. Мы должны отпустить уже Рубена, знаю, что вопросов очень много. Спасибо большое, Рубен, аплодисменты. Спасибо вам, удачи. Спасибо. Спасибо.